Доброе утро! Сегодня 9 января, друзья, вторник, первый выпуск программы «Утро на Спасе» в 2024 году. Церковь чтит память апостола Стефана, а мы сердечно поздравляем вас, дорогие, с Рождеством Христовым. В эфире программа «Утро на Спасе» с Богом. В новый день! Христос рождается! Славите! Что такое радость Рождества и как пронести ее через весь год? Какие молитвы можно добавить в свое молитвенное правило на период святок? Как праздновать встречу со Христом в разных странах мира? Что нужно сделать, чтобы личная встреча с Богом состоялась в жизни каждого человека? И какой смысл несут себе рождественские символы? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». В Рождестве же Бог был со Христом, потому что рождение не чуждо божества, говорил преподобный Ефрем Сирин. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. И, как всегда, в начале часа короткая сводка новостей. Катя, тебе слова. Здравствуйте, друзья! Главное на сегодня и всегда. В праздник собора Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день верующие прославляют Пресвятую Деву, святого праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня по плоти, который сопровождал вместе с отцом, Матерь Божией и Богомладенца Иисуса в Египет. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Святейший патриарх призвал православные семьи заботиться о воспитании своих детей. Цитата. «С самого раннего детства заботясь о духовном воспитании ребенка, и вы привьете ему очень сильный иммунитет от зла, от всего, что разрушает человеческую личность». Именно такое воспитание формирует человека, достойного называться христианином, гражданином своей страны, защитником Отечества нашего. Конец цитаты. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского мужского монастыря митрополит Каширский Феогност, возглавил ночную рождественскую литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. За богослужением молились военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также прихожане храма. По окончании литургии было зачитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского в Сеярусе Кирилла. Напомним, что Патриарший собор в честь Воскресения Христова является главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Он располагается в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области. Строительство храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Собор стал духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. В праздник Рождества Христова состоялся традиционный телемост Святейшего Патриарха Кирилла с членами экипажа Международной космической станции. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил экипаж с праздником Рождества Христова и подчеркнул, что работа космонавтов является героической, а также имеет воспитательное значение для молодежи. Конечно, космос становится как бы ближе в том смысле, что очень большой уже опыт освоения космоса. Но тем не менее, работа космонавтов – это героическая работа, и мы ее очень ценим. Еще раз хочу подчеркнуть, она имеет очень большое воспитательное значение, в первую очередь, для нашей молодежи. На сегодняшний день на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции, в которой принимают участие в том числе космонавты Роскосмоса Олег Дмитриевич, Каноненко, Николай Александрович Чуб, Константин Сергеевич Борисов. А на этом пока все. С Богом в новый день! Давайте начнем Новый год со слов предстоятеля нашей Церкви. Отрывок из проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посвященная Рождеству Христову. Посмотрим вместе прямо сейчас. Господь пришел в мир для того, чтобы спасти этот мир. А что же произошло? Почему надо было мир спасать? Ведь он был прекрасен в то сейчас, что во время Спасителя, что до Спасителя. Прекрасная природа, красота этого мира. В чем же дело? Что требовало исцеления? Исцеление требовал человек, который привнес в этот мир страшную болезнь, которая называется непослушанием Богу. Господь предназначил и мир, и человека к развитию, совершенствованию, к восхождению такому, когда стирается грань между небесным и земляным, временным и вечным. Но люди согрешили сознательно и разумно, они отвергли Божий план и были наказаны. И, наверное, не дожила бы до сегодняшнего дня человеческая цивилизация. Но произошло нечто великое и спасительное. Бог по своей любви к миру воплощается. Его Сын становится Сыном Человеческим. И Он своими страданиями, кровью и смертью искупляет вину падшего человечества. И в ответ на это искупление люди получают дивный дар божественной благодати, той силы Божией, которая, сочетаясь с человеческими силами, способна совершать чудеса, преображая человеческую личность. И если множество людей желают этого преображения, то и преображение человеческого общества. Правда, до этого еще очень-очень далеко. И неизвестно, сумеет ли род человеческий достигнуть этого совершенства. Но нам в церкви, людям, верующим в Господа, принимающим Его великий искупительный дар, дана возможность лично пройти этот путь от греха до совершенства. Совершенно очевидно, что не может быть человек совершенным. Но Господь дает такие силы и такую благодать, которая исцеляет наше несовершенство, наши грехи и делает нас способными к тому, чтобы соединяться с Богом. И каждый из нас, причащаясь святых христовых тайн, соединяется с телом и кровью Спасителя, соединяется с Господом и получает великий дар божественной благодати. Иначе говоря, мы все имеем для дела спасения. Все. И Божью помощь, Божью благодать. Только одно остается. Наше благое решение, произволение совершать дела, которые способны нас привести к Богу и обрести спасение. А мы продолжаем программу. Неотъемлемым символом Рождества является, конечно же, Вифлеемская звезда. О том, какие тайны существуют вокруг нее, узнаем из нашего следующего сюжета. О событии Рождества Христова в Библии имеется несколько пророчеств. Вот что говорит, например, прорицатель Валаам. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает Жезл от Израиля». Валаам был родом из Междуречья, региона, откуда прибыли в Вифлеем три волхва. Увидев звезду, о которой возвещал Валаам, они тут же последовали в ее направлении. О природе Вифлеемской звезды рассуждали и церковные авторы, и светские ученые. Мнения их разделились. Одни считали Вифлеемскую звезду физическим объектом, с точки зрения других она представляла собой сверхъестественное явление. Ориген и святой Иоанн Дамаскин полагали, что звезда Рождества — это комета, которая двигалась по небосклону и таким образом указывала Валхвам маршрут их путешествия. Такое мнение имеет право на существование, поскольку ко времени рождения Спасителя может быть отнесено очередное появление кометы Галлея. Тертулиан и византийский император Мануил I Комнин полагали, что звезда Рождества представляла собой соединение свечения нескольких планет. Действительно, согласно подсчетам Иоганна Кеплера, в те времена имело место быть соединение планет Юпитера, Сатурна и Марса. Святой Иоанн Златоуст и блаженный феофилакт Болгарский считали, что Вифлеемская звезда являлась сверхъестественным объектом. Так проявила себя божественная благодать. А может быть, это ангел Господень принял облик светила и летел по небосклону, ведя за собой волхвов. Православная Церковь не настаивает ни на одном из озвученных мнений и ни в коем случае не пытается догматизировать одну из точек зрений. Ведь вне зависимости от природы Вифлеемской звезды эта светила выполнила свою миссию. Миру было возвещено о рождении Сына Божьего. Волхвы пришли и поклонились Богомладенцу. В наши дни Вифлеемская звезда уже не сияет на небосклоне. Но это не означает, что она забыта. Православные христиане украшают ее изображением рождественские ели, желая, чтобы свет Рождества Христова озарял их жилища. Прошла четверть часа, так давайте же услышим строки Святого Евангелия, которые звучат сегодня в православных храмах мира. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали-то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именно в щеков, из камней продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, рови, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам. Если кто скажет, горейся и поднимись, и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Евангелие от Марка мы слышим повествование о том, как Христос пришел в Иерусалим, и первым делом он заходит в храм. Это был уже не первый приход Господа в храм, но на этот раз накалилась атмосфера. И Господь сделал то, что никогда больше не делал. Он изгоняет торгующих из этого храма. Затем он выходит, и случается еще один такой необычный момент. Христос проклинает. Мы вообще не привыкли к этому. Мы привыкли, что Христос всегда благословляет, исцеляет, воскрешает, добрым словом утешает. И только один раз мы слышим, что, оказывается, здесь может быть и вот такое. Если бесплодная смоковница не дает плода и не насыщает голодных, то так точно может быть не угоден Богу любой человек, который только на показ благочестив, только так, чтобы люди о нем хорошо подумали, а внутри остается грешником. Это символ для каждого христианина вспоминается церковью в Великий Понедельник, в Дне Страстной Седмицы читается этот отрывок. Но сегодня вот он выпадает по ходу наших чтений в Евангелие от Марка. И так проклята эта смоковница. И дальше опять нас писатель возвращает, евангелист возвращает в храм и уже уточняет. Такие фразы есть. Христос вот так в сердцах обращается к этим торгующим, говорит, ведь это дом молитвы, ведь это дом Божий, а вы его превратили в вертеп разбойников. Вот так часто мы тоже вспоминаем, что храм на самом деле имеет единственное и самое главное предназначение. предназначение это в молитве, в том, чтобы люди, которые приходят в храм теперь православный, христианский, получали прежде всего таинство. И это не должно ни в коем случае умоляться, не должно найтись каких-то других функций у храма, которые могли бы вытеснить эту основную функцию. Ну как часто люди неверующие говорят, а вы побольше занимаетесь социальной деятельностью, вы там гуманитарную помощь разделяете, вы кормите голодающих, и вот это вот вы, 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 и почему-то никто никогда не скажет, вы причащайте, вы исповедуйте, вы соборуете, как будто это не так важно, как все социальные деятельности. Вот надо сегодня вспомнить, самое главное, для чего существует, для чего основан, для чего учрежден храм, это молитва, дом молитвы. Спасибо большое, батюшка, а мы прервемся на короткую паузу, сразу после которой мы продолжим рассказывать вам о самом главном. А вот что произошло в этот день в истории Церкви России и мира. В 1792 году был заключен Яский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Договор закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым, усилил ее политические позиции на Кавказе и Балканах. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром. По которому была установлена новая граница. На Кавказе восстановилась граница по реке Кубань. Турция отказалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель. В 1877 году в России создано общество взаимного вспоможения русских артистов. Это прообраз союза театральных деятелей Российской Федерации. Основная цель создания такого союза это развитие театрального искусства в России, оказание помощи и поддержки деятелям российской сцены. Президиум современного союза театральных деятелей находится в Москве на Страстном бульваре. Саша, ну вот яркое событие ты озвучивал сегодня по поводу заключения мирного договора в Яссах. Это территория современной Румынии на границе с Молдовой. А когда-то вся вот эта Валашская сторона находилась под гнетом турок. И этот гнет был, ну да, геоподилитический, экономический. Но самое такое неприятное и страшное это то, что это был гнет идеологический. Ребят, мальчишек забирали в Янычары, делали из них таких гонщих собак, которые потом убивали своих единоплеменников. Храм разрушали, закрывали, истребляли все само, даже память о православной вере. На этом фоне выглядят, ну просто героически, все те храмы и монастыри, которые уцелели в это время. Мы сегодня смотрим на них, ну уже привычно, и кажется, ничего не было. Но стоит вспомнить о том, что, оказывается, было и пленение, была и попытка разрушить церковь, и уничтожить православную веру. И только с Божьей помощью все это сдожило до времен, когда Россия окрепла, когда российская армия нашла достаточно сил, чтобы пойти в эту освободительную войну. И тогда и балканские государства образовались, и тогда образовались и православные страны, и, слава Богу, и живы, и крест сияет, и вера торжествует. Слава Богу, батюшка, спасибо большое. А мы идем далее. Маленькие рождественские чудеса произошли в жизни героини следующего сюжета. Кто-то может сказать, да ладно, совпадение, но мы-то знаем, что у Господа случайности не бывает. Что же произошло в праздник Рождества Христова в жизни Анастасии? Сейчас узнаем. Праздник Рождества Христова является самым главным и знаменательным событием в жизни человечества, потому что в этот день произошло великое чудо, родился младенец Иисус Христос, который пришел на землю для нашего спасения. И в этот праздник вся природа находится в благовейной тишине, молитве, и люди все приходят в Храм Божий молиться и просить Господа о том, чтобы Господь даровал им также чудеса. Рождество Христово – необыкновенно добрый и теплый праздник, когда все мы, как дети, ждем чуда, и Господь, как любящий Отец, утешает нас. Анастасия вспомнила сразу несколько необыкновенных историй, что произошли с ней по молитвам именно в этот праздник. В то время она была студенткой первого курса православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. За плечами у девушки уже было музыкальное образование, и она мечтала однажды поучаствовать на рождественском песнопении с хором. Моя знакомая об этом знала, она меня пригласила работать в воскресной школе, вести детский хор у детей. Но поскольку я еще совсем была новичок, я, конечно, очень сильно переживала, я знала только ноты, но не знала даже церковно-славянский язык. Для девушки преподавание поначалу стало настоящей проверкой на прочность. Она записалась во все возможные церковные хоры, чтобы в ускоренном режиме освоить азы пения на клиросе и затем смочь передать свои знания ученикам. По ее воспоминаниям, в день святителя Николая за месяц до Рождества она пришла в храм и горячо молилась святому. У меня было внутри такое душевное желание преодолеть еще одну такую ступень и спеть на Рождество в храме. И я стояла в храме, у меня был вот этот запрос, искренняя молитва. И как будто бы девушка-регент почувствовала что-то такое, и она ко мне подходит и говорит, девушка, вы случайно не поете в церкви? Я такая, ну знаете, я пою, но у меня опыт небольшой еще. И она говорит, ну знаете, некому петь на Рождество. Я говорю, я не знаю, как петь. Говорит, да там все просто, я вам сейчас все пришлю, все покажу, у вас есть время подготовиться. И она мне действительно тут же взяла на клирос, показала все ноты, я быстро втянулась, начала дома также активно готовиться. И то Рождество 2014 года в моей памяти осталось как особенное, торжественное, по-особому праздничное. В памяти девушки есть воспоминания и о Рождестве 2018 года. Это был уже последний курс университета. Время подготовки к экзаменам и написание дипломной работы. Организм Анастасии не выдержал нагрузки. В день, когда у меня были именины, я пошла в церковь 4 января. Анастасия Возрешительница причастилась. И возвращаясь домой, у меня случился такой приступ. И моя родная сестра меня выручила, да, она вызвала скорую, и мне спасли жизнь буквально за час. Когда я выходила из состояния наркоза, это был очень сложный такой период. Рядом со мной оказалась моя мама. Но она приехала в больницу, и она застала меня в тяжелейшем состоянии. Я выходила очень тяжело. И она вспомнила вдруг, что она давно не причащалась, не молилась, не ходила в храм. Мама девушки по-настоящему испугалась за дочь и в этот же вечер побежала на богослужение. И получилось так, что это как раз выпало на 6 января вечер, как раз когда начинается рождественское богослужение. Она стояла в церкви, плакала. Говорит, как же так я допустила, что я не молюсь, не хожу, не причащаюсь. И она подошла к батюшке, он ее по искренней вере благословил причаститься этой ночью. Кроме того, в этот день мама Анастасия остро почувствовала потерю контакта с ней. Той самой, казалось бы, неразрывной связи между матерью и дочерью. Но придя в больницу после службы, она была приятно удивлена. Вот 7 января она приходит, и я ожила, будто бы. Я говорю, мамочка, подойди ко мне. Улыбалась. И для нее, и для меня это, конечно, тоже было чудом, самым настоящим. Александра Михайловская, Евгений Турчак, Анна Шугаева, Телеканал «Спас». Как всегда, в середине часа короткая сводка новостей. Катя, тебе слово. Здравствуйте, друзья. Главное на сегодня и всегда. В праздник собора Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день верующие прославляют Пресвятую Деву, святого праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня по плоти, который сопровождал вместе с отцом, Матерь Божией и Богомладенца Иисуса в Египет. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Святейший патриарх призвал православные семьи заботиться о воспитании своих детей. Цитата. «С самого раннего детства заботясь о духовном воспитании ребенка, и вы привьете ему очень сильный иммунитет от зла, от всего, что разрушает человеческую личность». Именно такое воспитание формирует человека, достойного называться христианином, гражданином своей страны, защитником Отечества нашего. Конец цитаты. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского мужского монастыря, митрополит Каширский феогност, возглавил ночную рождественскую литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. За богослужением молились военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также прихожане храма. По окончании литургии было зачитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского в Сеярусе Кирилла. Напомним, что Патриарший собор в честь Воскресения Христова является главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Он располагается в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области. Строительство храма завершилось 9 мая 2020 года в день 75-летней годовщины Великой Победы. Собор стал духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. В праздник Рождества Христова состоялся традиционный телемост Святейшего Патриарха Кирилла с членами экипажа Международной космической станции. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил экипаж с праздником Рождества Христова и подчеркнул, что работа космонавтов является героической, а также имеет воспитательное значение для молодежи. Конечно, космос становится как бы ближе в том смысле, что очень большой уже опыт освоения космоса, но, тем не менее, работа космонавтов – это героическая работа, и мы ее очень ценим. Еще раз хочу подчеркнуть, она имеет очень большое воспитательное значение, в первую очередь, для нашей молодежи. На сегодняшний день на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции, в которой принимают участие в том числе космонавты Роскосмоса Олег Дмитриевич, Каноненко, Николай Александрович Чуб, Константин Сергеевич Борисов. А на этом пока все. С Богом в новый день! Вторник мы посвящаем изучению историю нашей страны. И сегодня в праздничном выпуске программы «Утро на спасе» историк Федор Гайда расскажет нам, как в России появилась традиция украшать елку перед зимними праздниками. Главным символом Нового года для большинства жителей планеты сейчас стала елка. Праздник зимнего солнцестояния, когда начинается пребывание светового дня, было народу в Северной Европе еще в древности. А ель, вечно зеленое северное дерево, был у них символом жизни и всего мироздания. С христианством пришло празднование Рождества Христова, которое церковь установила именно на зимнее солнцестояние. Явилось солнце правды, обетование спасения и жизни вечной. Традиция украшения елки на Рождество Христово появилась в Германии примерно в 16 веке. Украшенное плодами дерево символизировало расцветающий крест Христов, райское дерево жизни, вечную победу Христа над смертью. Позднее возникло представление, что к елке приносит свои дары святой Николай Горликийский, память которого отмечается незадолго до Рождества. В России начало всей елочной традиции связано с Петром Первым. Вернувшись из Великого посольства в Европу, он издал указ, предписывавший с 1700 года вести летоисчисление от Рождества Христова, как в Западной Европе, и праздновать новолетие не 1 сентября, а 1 января. Было приказано по всему случаю пускать ракеты, зажигать огни и украсить стольную Москву хвоей по большим улицам у нарочитых домов, перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы сделаны на гостином дворе. Но после Петра про хвою в России забыли больше, чем на 100 лет. Следующим новатором стала великая княгиня Александра Федоровна, супруга будущего императора Николая Первого. Прусская принцесса привезла немецкую традицию устанавливать елку в жилом помещении и устраивать детский праздник. Первая такая елка появилась в императорских покоях в Московском Кремле в 1817 году. Царская фамилия проводила здесь рождественский пост и должна была присутствовать на открытии памятника Минину и Пожарскому. Сама великая княгиня была беременна первенцем, будущим Александром II. Широкое распространение в России рождественская елка получила уже в 1840-е годы, когда возникла мода на немецкий романтизм, сказки Гоффмана, а также Андерсона. В 1848 году Достоевский написал рассказ «Елка и свадьба», в котором новый обычай уже воспринимался как вполне родной. При этом это был именно городской обычай, и характерен он был в основном для состоятельных семей. В это время на елке появилась вифлеемская звезда, которая могла иметь разное количество лучей. Например, в самом храме Рождества Христова в Вифлееме она красная и пятиконечная. Святейший Синод еще с середины 19 века и вплоть до революции 1917 года периодически выступал с рекомендательными суждениями о том, что в период войны или траура рождественские празднования, включая елочные украшения и подарки, должны быть скромными. Однако сама елка как таковая разумеется, никогда не запрещалась. Традиция, возникшая в дохристианские времена, воспринималась по своему смыслу как вполне христианская. В первые годы после революции елку никто не запрещал. Рождество оставалось выходным днем вплоть до 1929 года. При этом в антирелигиозных компаниях само празднование регулярно высмеивалось. Однако традиция оказалась сильней. В 1935 году елка приобрела официальный советский статус, став уже елкой новогодней. Газета правда писала, почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны. Какие-то не иначе, как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Новый год в связи со сменой календаря праздновался с 1818 года до православного Рождества. Тем самым наряжать елку стали на несколько дней раньше прежнего. Вифлеемскую звезду заменила советская, которая уже имела пять лучей в обязательном порядке. Конечно же, святого Николая заменил Дед Мороз и Снегурочка, взятые из народного фольклора и русских сказок. В результате весь нынешний новогодний антураж вобрал в себя традиционные рождественские черты. А христианам важно не забывать подлинный смысл торжества. Приход в мир спасителя мира. Вот такие дела. До новых встреч. Сейчас мы прервемся ненадолго и очень скоро после паузы мы вернемся в наши студии. Старинная коптская церковь в южном пригороде Каира, Маади. Как она связана с историей святого семейства и о каких чудесах в этих местах гласит предание. Расскажет нам Янис Политов. Давайте честно. Куда в первую очередь едет турист, который приезжает в Египет? Конечно же, посмотреть на пирамиды. Покататься на верблюдах, на квадроциклах, затем отправиться на побережье либо Средиземного, либо Красного моря. В этом наборе, конечно же, есть кое-что интересное. И в первую очередь это цивилизация Древнего Египта. Но мы вам предлагаем посмотреть на Египет совершенно с иной стороны. Следуйте за мной. Многие события Ветхого Завета происходили на этой земле. Да, и в Новом Завете один из важнейших эпизодов связан с историей Египта. А кроме этого, мы знаем, что эта страна была родиной первых христианских святых. В пустынях Египта молились праведники и мученики. В Египте и поныне продолжает свою историю одна из древнейших православных церквей Коптская церковь. Храмы и монастыри, отшельники и проповедники. Вот, зачем мы приехали в эту страну. Я сейчас приехал в южный округ Каира. Старинная Коптская церковь стоит на правом берегу Нила в районе под названием Маади. Она называется Церковь Девы Марии. С этим храмом связаны сразу несколько библейских событий. Считается, что Нил за свою многовековую историю часто менял русло. Однако в этом месте, как утверждают ученые, Нил никогда не менялся. Церковь здесь была построена в IV веке. Это место связано с историей Святого Семейства, потому что именно здесь спустились по каменным ступеням к Нилу, сели в лодку и переплыли на другой берег, спасаясь от армии царя Ирода. В IV веке копты поставили в память об этом историческом событии храм. На сегодняшний день это является одним из мест паломничества. еще более ранние библейские события тоже произошли здесь. Ветхий Завет рассказывает, как однажды в зарослях тростника дочь фараона нашла корзинку с младенцем, нарекла его Моисеем и воспитала. Позже мы узнаем, какую огромную роль сыграл пророк Моисей в истории отношений человека с Богом. Дорогие друзья, часовня здесь построена тоже не случайно. В 1976 году почти на этом же месте, где обнаружили корзинку с библейским младенцем, рыбаки заметили, как к берегу прибило книгу. Это оказалась Библия. Она была раскрыта на той странице, где было сказано «Благословен народ мой, египтяне». Пятнадцать минут до окончания часа и, как всегда, в это время давайте послушаем строки Святого Апостола, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Братья мои, не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает злой, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они поминовались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет корм чьи. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, а как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрас и неправды. язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертельного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из всех же уст исходит благословения и проклятия. Не должно, братья мои, всему так быть. Послание апостола Якова имеет такую особенность. Оно не содержит каких-то глубоких догматических постулатов, но оно содержит очень яркие, четкие, такие прагматические советы. И именно так письмо назначено для читателей, какой-то конкретной общины, письмо, конкретно как бы лекарства адресуются тем, которые имеют духовные болезни. И интересно проследить, как святой Яков вот так прагматично подходит к этому вопросу. Сегодня он говорит в третьей главе, чтобы мы никто не сперемились стать начальниками или учителями, потому что это высокая ответственность, это прям сложно, и за это потом Господь будет спрашивать, как ты вел, например, свой храм или свою семью, не стремитесь, говорит, быть учителями. И дальше приводят такие мысли, приводят такие примеры из жизни. Посмотрите, говорит, например, ну, на коней, они такие крепкие, сильные, но у них во рту небольшая такая узда, ну, совсем небольшая, и вот этой одной уздой целого коня можно управлять вправо, влево, там, стоять вперед. То же самое происходит с огромным кораблем, он может быть прям очень большим, но он управляется обыкновенным штурвалом, таким совсем по сравнению с объемом корабля, небольшим предметом, и вот этот предмет велит ему вправо, влево. Вот точно так же у каждого человека есть язык, и это орган, который требует сегодня особого внимания. Оказывается, если язык горит грехом, он может воспоминять все тело, может всех окружающих испортить им настроение, может даже обмануть, может прельстить. Этот небольшой орган человеческого тела так много делает. Как вот, возьмем зажигалку, ну пусть не зажигалку, святой апостол Иаков сегодня говорит про огонек, такой небольшой кусочек, всего лишь один язычок, но он может целый лес сжечь. Да, вот так. Языком мы благословляем или проклинаем. В уста язык принимает святое причастие, освящая все тело и душу. И значит, он может сейчас в ответ сказать, например, Аллилуйя, прославить Бога. Удивительно, как это вмещается в одних устах. Только что причастился, приходит домой и начинает ругаться с ближними. Удивительно, как он помолился утром, а днем сквернословит. Удивительно, разве это вообще возможно, вот так вот, чтобы в одном теле, в одном языке было столько противоречий. Мы устами благословляем Бога, Отца, и этими же устами мы можем и иногда проклинаем человеков. Из уст исходит как благословение, так и правлятие. Вот сегодня надо обратить внимание, дорогие друзья, и мы специально попросили редакторов, чтобы показали нам вот эту картинку. Это святой пророк Божий Исаия, и художник запечатлел момент, когда пророку ангел Божий клещами влагает в уста горящий уголь. Туда, в эти уста заходит святыня, будем помнить об этом, что наши уста освящены святыней. Будем помнить. Спасибо большое, батюшка, за это важное напоминание. Ну а мы идем далее. Друзья, мы продолжаем нашу утреннюю программу. К нам в редакцию пришли письма с вашими вопросами, и мы готовы отвечать. Причем ответим с большим удовольствием. И первый вопрос сегодня от Аллы. какие молитвы можно добавить в свое молитвенное правило на период святок? Что скажем? Да, конечно, мы не ослабляем наше молитвенное правило, все остается в силе, лишь мы добавляем что-то специфичное, что отвечает именно эти дни святки. Прежде всего, это богослужебные короткие песнопения. На первом месте стоит тропарь. Рождество Твое, Христе, Боже наш. Мы в конце или в середине, где вам удобно. Мы хорошо бы, если бы спели прямо с детьми, потому что это молитва, которую желательно каждому христианину знать наизусть. Там буквально четыре строчки, это несложно совершенно, но она очень глубокая, она отражает суть праздника. Плюс кондак. Они вообще неразлучны. Тропарь, кондак, ну и, наконец, величание. Замечательное песнопение, в котором содержится вот самая суть этого праздника, величаем те же вода в Христе. Я, пожалуй, больше ничего не добавлю. Если у тебя есть еще, скажи. Мне кажется, и этого вполне достаточно. Тропарь, кондак и величание. Это займет плюс еще одну-полторы минуты, но очень сконцентрировано именно на Рождестве Христовом. Следующий вопрос нас от Игоря. Мне в Рождество пришлось выйти на смену на работу. Пишет он, является ли это грехом? Ну нет, конечно, дорогие. В праздник сочельника Рождества мы служим литургии Василия Великого. Она вообще достаточно редко служится, но она отличается от обычной тем, что она более просторная. Скажу вам больше. Святой Иоанн Златовост, чью литургию мы обычно служим, сократил изначальную литургию Василия Великого. Так вот, там в этой более просторной реакции и молитва более объемная, в том числе там есть такая строчка «Их же ради вин оставшихся». Это буквально означает, что мы сейчас и батюшки в алтаре, и хоры, и люди, мы молимся сейчас о, например, о родителях, о детях, о, например, о болящих, в том числе и о тех, которые по уважительной причине сейчас остались дома или на своем рабочем месте, там так еще написано, и же в палатах суть, а тех, которые сейчас где-то вот в каких-то зданиях, ну, административных, больницах, я не знаю, в темнице тоже есть люди, которые должны там быть круглосуточно в армии, должны нести свой пост боевой, там, в общем, есть такие уважительные причины, ради которых человек не смог прийти в храм, и вот об этом человеке наша церковная молитва, и о вас тоже, конечно, поскольку вы вынуждены были остаться на своем рабочем месте, чтобы, может быть, сейчас кому-то больному помочь, или вот что-то такое важное сделать не по своему желанию, но по необходимости. Конечно, это очень даже благородное дело, потому что тем самым вы в любом случае помогаете тем, кому, возможно, гораздо хуже вас. Спасибо за ваши письма, за ваши замечательные вопросы, ну, а сейчас мы прервемся на короткую паузу. Ну, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Следующее письмо у нас от Ксении. Как провести святки с детьми? Спрашивает она, что в этот период можно делать, чтобы донести до них истинный смысл Рождества и этого периода? Что скажете? По крайней мере, шестое и седьмое это всегда выходные. Ну, в этом году еще и суббота, воскресенье. Но в любом случае святки, к сожалению, это уже рабочее время. И это надо знать. Что дети пойдут в понедельник в школу, вторник, среда, четверг то же самое. А вы на работу пойдете. Вот вам есть святки. Значит, у нас остается только вторая половина дня, ближе к вечеру. Как использовать вот это время правильно, чтобы не прошла мимо память о святках, о Рождестве Христом? Вечерком надо сесть и спеть калятки. Калятки – это такие своеобразные молитвы. Это такой вид творчества, когда люди поют какие-то незамысловатые по форме, но очень глубокие, выверенные по-богословски вот эти куплетики коротких каляток. Стоит выучить их. Существует множество красивых и еще раз говорю, глубочайших и выверенных богословских. Что еще вот мы делаем? Существуют такие вот простенькие настольные игры, посвященные Рождеству, какие викторины с карточками там. И ты задаешь вопрос, и там садитесь, сколько вас там, двое, трое, пять, а может быть, шесть членов семьи, садитесь все вместе и отгадываете. Интересно для взрослых и для детей углубиться и найти какие-то ответы на какие-то вопросы, связанные с событием Рождества Христова. Это увлекательно, детям это очень нравится. Я бы вот еще добавил, вот именно в эти дни хорошо бы кого-то в гости позвать или самим кому-то в гости договориться и прийти, чтобы дети друг с другом пообщались. Когда вы приходите, вы укрепляете ваши узы к дедушке с бабушкой, съездите, ну сходите. Ой, это замечательно. Да, это как раз повод для того, чтобы проведать своих дедушку с бабушкой. А им-то как приятно будет на Рождество увидеть своих детей. Ведь поймите, Рождество, по сути своей, это детский праздник, потому что в самом центре иконы и события Рождества это младенец, Бога младенца, Иисус Христос. И здесь есть повод как раз уделить внимание нашим детям, пусть вот образ этой елки, этого вертепа запомнится им на всю жизнь. И когда они станут взрослыми, столкнутся с какими-то жизненными тяжелыми обстоятельствами, сама память и возвращение туда в светлое детство будет вдохновлять и давать им силы, чтобы жить, пороться, чтобы достигать, чтобы оставаться людьми. Это будет такое условие для нравственного развития детей, потому что все, что вы сейчас делаете во имя Бога в святочные дни, поверьте, все это воспитание, все это такое вот, скажем, инвестиция, ну пусть такое слово будет, инвестиция в будущее ваших детей. Спасибо, батюшка, за ответ. А вам, дорогие наши, за ваши вопросы, пишите нам больше и чаще. Мы с отцом Василием обязательно ответим и на ваше письмо в следующем выпуске нашей программы. А сейчас настало время новостей на телеканале Спас. Катя, тебе слова. Здравствуйте, друзья. Главное на сегодня и всегда. В праздник собора Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день верующие прославляют Пресвятую Деву, святого праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня по плоти, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса в Египет. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Святейший патриарх призывал православные семьи заботиться о воспитании своих детей. Цитата. С самого раннего детства заботись о духовном воспитании ребенка и вы привьете ему очень сильный иммунитет от зла, от всего, что разрушает человеческую личность. Именно такое воспитание формирует человека, достойного называться христианином, гражданином своей страны, защитником Отечества нашего. Конец цитаты. Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству на месте Нитонского мужского монастыря митрополит Каширский Феогност возглавил ночную рождественскую литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. За богослужением молились военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также прихожане храма. По окончании литургии было зачитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского в Сеярусе Кирилла. Напомним, что Патриарший собор в честь воскресения Христова является главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Он располагается в парке Патриот Одинцовского района Московской области. Строительство храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Собор стал духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. В праздник Рождества Христова состоялся традиционный телемост Святейшего Патриарха Кирилла с членами экипажа Международной космической станции. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил экипаж с праздником Рождества Христова и подчеркнул, что работа космонавтов является героической, а также имеет воспитательное значение для молодежи. Конечно, космос становится как бы ближе в том смысле, что очень большой уже опыт освоения космоса, но тем не менее работа космонавтов это героическая работа, и мы ее очень ценим. Еще раз хочу подчеркнуть, она имеет очень большое воспитательное значение в первую очередь для нашей молодежи. На сегодняшний день на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции, в которой принимают участие в том числе космонавты Роскосмоса Олег Дмитриевич, Каноненко, Николай Александрович Чуб, Константин Сергеевич Борисов. А на этом пока все. С Богом! В новый день! А мы продолжаем. Рождество – это радостное событие, которое каждый год объединяет людей по всему миру. А о том, как отмечают этот праздник в разных странах мира, расскажут наши коллеги. В России празднование Рождества для верующих традиционно начинается с посещения церкви. Во всех храмах страны в этот день обязательно идут службы. Дальнейшая программа праздника может отличаться в зависимости от регионов. Концерты, спектакли, игры и конкурсы, как правило, посвящены библейской истории Рождества. Народные гуляния воспроизводят традиции наших предков. В селах и городах люди и по сей день одеваются в ряженых и ходят калядовать. Обычай поддерживается и в других славянских странах. В Болгарии, например, проходят целые фестивали калядок. В Румынии весть о Рождестве Христа в дом сельских жителей приносит священник. Батюшки заходят с иконами в избы, чтобы благословить всех членов семьи и рождественский стол. В нашей стране Рождество закрывает череду новогодних праздников, в то время как в большинстве других стран все происходит с точностью наоборот. В 11 странах мира Православная Церковь отмечает Рождество 25 декабря, например, в Турции, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и на Кипре. Традицию праздновать Рождество в ночь с 6 на 7 января поддерживают Православные Церкви на Афоне, в Израиле, Сербии, Грузии и Польше. Как в православной, так и в католической традиции Рождество считается семейным праздником. В этот день принято приглашать к столу не только родственников, но и тех, кто по какой-то причине оказался вдали от дома. Рождественский ужин отличается от страны к стране, но общий принцип сервировки часто совпадает. Нередко к столу подается 12 блюд. Это число напоминает об апостолах и отдает дань Иисусу Христу и его ближайшим ученикам. Трапеза начинается горькими блюдами и заканчивается сладкими десертами с медом. Эта последовательность символизирует переход от жизни без Христа к жизни во Христе. Часто на столе в качестве украшения оказываются сухие листья и трава. Это отсылка к хлеву, в котором родился Спаситель. В Болгарии к празднику выпекают особый ритуальный хлеб – боговицу. Тесто для него замешивают, исполняя специальные ритуалы и песни. Эта своеобразная бескровная жертва богу часто украшается крестом. В Сербии рождественский хлеб называется «честница», что переводится как «кусочек счастья». За праздничной трапезой хозяева разламывают его на части и делятся со всеми гостями. Этот обычай напоминает об истине, которой Христос поделился с каждым. В качестве напоминания о распятии и крестном спасении Иисуса сербы используют полено. Накануне Рождества они приносят из леса бадник – кусок свежесрубленного молодого дуба. Он напоминает о полене, которое пастухи принесли Иосифу, чтобы согреть холодные ясли, где лежал младенец Иисус. В странах, где культурные традиции максимально далеки от русских, тоже отмечают православное Рождество. В Японию в православие пришло полтора столетия назад усилиями святителя Николая Касаткина. В государстве, где распространение христианства каралось смертной казнью, он тайно вел свою миссионерскую деятельность. Благодаря ему сегодня в стране восходящего солнца работает 72 православных храма. В большинстве из них Рождество отмечается 25 декабря. В главном православном храме Японии Николай До, расположенном в Токио, на праздник собирается до несколько тысяч человек. Богослужение проходит так же, как и в России, с той лишь разницей, что чтение и песнопение идут на японском языке. Давайте этим праздничным утром вместе сделаем доброе дело. Знаете ли вы, что каждая третья беременность в России заканчивается абортом? И когда до неисправимого шага остается совсем чуть-чуть, на помощь приходит фонд «Женщины за жизнь». Здесь беременных поддерживают волонтеры, психологи, юристы, гинекологи и кураторы. Любая помощь, лишь бы сохранить человека. Они оказались рядом в нужный момент. И на свет появились более трех тысяч младенцев, чьи мамы до знакомства с фондом хотели сделать аборт. Все это возможно благодаря неравнодушным сердцам и пожертвованиям, на которые живет фонд. Пожалуйста, помогите сохранить в себе человека и дайте шанс новой, ни в чем не повинной жизни. Отправьте любую сумму на номер 3443 со словом «женщина» и суммой пожертвования. Например, женщинам пробел 200. Город, где родился Бог. Каким был Вифлеем во времена Христа и каким он предстает перед нами сейчас? Давайте узнаем. Город Вифлеем появился задолго до наступления эпохи Нового Завета. Название Вифлеем переводится на русский язык как «дом хлеба». История города неразрывно связана с личностью царя и пророка Давида. Здесь он был помазан на царство. Из рода Давида по человечеству своему происходит Христос. К сожалению, от местных построек времен Спасителя ничего не осталось. Они были разрушены войсками римского императора Адриана при подавлении очередного иудейского восстания. Славу города восстановила в IV веке святая императрица Елена, мать Константина Великого. Императрица способствовала восстановлению города, а также руководила строительством Храма Рождества Христова. Римская империя владела Вифлеемом до VII века, когда город захватили персы Сосониды. Мусульмане правили здесь до XI столетия, когда на Святую Землю вторглись участники Первого Крестового Похода. Крестоносцы создали в Палестине собственное королевство. Вифлеем был одним из важнейших его населенных пунктов. Храм Рождества Христова благодаря рыцарям-католикам был достроен и украшен. Однако православное духовенство было из города изгнано. В 1187 году Саладин, султан Египта и Сирии, отвоевал Вифлеем у крестоносцев. Католические служители были вынуждены из города уйти, что позволило православному духовенству сюда вернуться. В середине XIII века власть мусульман над городом стала полной. Сначала Вифлеем входил в подчинение египетским халифам. В 16 столетии новыми хозяевами святого города стали турки-османы. Они относились к Вифлеему с большей заботой, чем предыдущие властители. Стены города были заново отстроены и укреплены. После Первой мировой войны власть Вифлеем перешла от турок к британцам. В 1948 году в ходе арабо-израильской войны город был занят Эмиратом Трансиордания, фактически британской колонией. Позднее в ходе шестидневной войны 1967 года Вифлеем захватил Израиль. С 1995 года Вифлеем находится в управлении Палестинской национальной администрации. Что ж, после короткой паузы мы продолжим наполнять этот день смыслом? Прошло четверть часа, время поговорить о святых и праздниках сегодняшнего дня. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память апостола, первомученика и архидиакона Стефана. О его жизненном подвиге поговорим прямо сейчас. Иерусалим Первый век от Рождества Христова. Христианская община насчитывала уже более пяти тысяч человек. Без всякого принуждения они объединяли свои средства в общую кассу. Однажды христиане пожаловались на неравномерную раздачу припасов, были обделены некоторые вдовы. Главные общины, святые апостолы, не имели возможности заниматься хозяйством. Поэтому в 34-м году были избраны семь праведных мужей. Им поручили управление имуществом, распределение его вдовам и сиротам и раздачу у алтаря тела и крови Господней. Так появился институт диаконов. Среди этих семерых особенно выделялся своей крепкой верой и талантом оратора молодой выходец из эллинистов, так называли евреев, родившихся за пределами Иерусалима, Стефан, архидиакон, что значит первый. Вскоре диаконы стали принимать участие в богослужениях и проповедях. Успехи Стефана как проповедника вызвали ненависть фарисеев. Синедрион, используя подставных свидетелей, обвинил его в богохульстве. Своё оправдание Стефан напомнил, как на протяжении всей истории иудеи противились Богу и убивали своих пророков. Разгневанные члены суда приговорили Стефана к избиению камнями. При казни присутствовал юноша по имени Савл, ярый фарисей. Тогда он был ещё молод, чтобы участвовать в казни, и ему поручили стеречь одежды палачей. Тело первого мученика за Христа бросили за городом на съедение зверям. Однако христиане похоронили его в одной из иерусалимских пещер. После кончины архидиакона начались первые христианские гонения. Кровь Стефана не пролилась даром. Вскоре фарисей Савл уверовал и крестился и стал знаменитым Павлом, одним из самых успешных проповедников Евангелия. В 428 году чудом обретённые мощи Стефана перевезли в Константинополь, где они пребывали сначала в церкви Лаврентия, а потом в храме, освящённом в честь самого первомученика. Его десница хранится в серопионовой палате Тройцы Сергиевой Лавры. Ты сказал, Саша, апостола, первомучника и архидиакона. Давай по порядку разберёмся и расскажем, что значит каждый из этих слов. Итак, апостол означает, что святой был из числа избранных учеников Христовых, которым было благословлено понести Евангелие в различные концы света. Существует два круга апостольских, наиболее тесто и пошире. Честность составляет число 12, а шире 70. Вот святой Стефан из этого второго, более широкого круга посланников, кстати, так и переводится, и слово греческое апостол. И так он должен возвещать, но вот его адресатом стали жители Иерусалима. Там он проповедовал, и собственно там за его проповедь был схвачен и приведен для того, чтобы привести в исполнение смертный приговор. За что? За то, что он служил в церкви. Служил. Кстати, именно так, служитель, переводится греческое слово диакон, служитель. Диаконы появились на первом соборе. Святые апостолы из 12-ти вдруг поймали себя на такой мысли, что им сложно совмещать проповедь, подготовку к проповеди, молитву и обыкновенные бытовые нагрузки, которые тоже есть. Ведь они приглашают людей, а после того, как помолились, нужно накрыть на стол, нужно угостить людей, поддержать разговор. Все это трудно совмещать, это очень выматывает человека, ему нужны помощники, чтобы разгрузить. И тогда святые апостолы решили, изберем из числа 70 молодых, таких крепких ребят, которые хотя бы будут за столом прислуживать. И вот они принесут еду, подадут салфетки, я не знаю, приборы, как-то вот так возьмут на себя вот эту нагрузку бытовую. Вот из первых апостолов и диаконов был такой Стефан, молодой человек. Мало того, что он был молодой и здоровый, он еще был глубоко верующий и хорошо, хорошо начитанный в Священном Писании. Но он замечательно проповедовал. Вот не было никаких слов, чтобы его что-нибудь возразить, и тогда его схватили и привели вот ту яму, посадили и стали сверху забрасывать камнями. И вот эта кровь, которая полилась из его тела, стала первой кровью христианской. Он стал первым мучником. Отсюда и третье его слово первому мученик. Итак, апостол, архидиакон, то есть старший из диаконов и первому мученик Стефан. Его память сегодня мы вспоминаем. И вот как раз всех, кто назван в честь апостола, первомученика и архидиакона Стефана, преподобного Федора Начертанного, святителя Федора Константинопольского, память которых мы сегодня празднуем, мы с отцом Василием поздравляем с именинами. Храни вас Господь, дорогие, в добром здравии на многое и благое лето. Дорогие наши телезрители, с Рождеством Христовым нас поздравить сегодня пришел хор Спаса Ефимьева мужского монастыря. Рождество Твое, Христе, Боже наш, Боже, Сиани, Роди, Свет, Разума, Мир, Роди, Свет, Разума, В небо звездам служащий звездою Чахуся, Тебе Тебе кланяйтесь о солнцу правды, Тебе кланяйтесь о солнцу правды, И тебе ведите, И тебе ведите, с высоты востока, Господи, слава Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня. И не только нас, но и всех наших зрителей порадовали таким замечательным пением. Ну а сейчас мы прервемся на короткую паузу. Как всегда в середине часа короткая сводка новостей. Катя, тебе слава. Здравствуйте, друзья. Главное на сегодня и всегда. В праздник собора Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день верующие прославляют Пресвятую Деву, святого праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня по плоти, которую сопровождал вместе с Отцом, Матерь Божию и Богомладенца Иисуса в Египет. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Святейший патриарх призвал православные семьи заботиться о воспитании своих детей. Цитата. «С самого раннего детства заботясь о духовном воспитании ребенка, и вы привьете ему очень сильный иммунитет от зла, от всего, что разрушает человеческую личность. Именно такое воспитание формирует человека, достойного называться христианином, гражданином своей страны, защитником Отечества нашего». Конец цитаты. Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского мужского монастыря митрополит Каширский Феогност, возглавил ночную рождественскую литургию в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. За богослужением молились военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России, а также прихожане храма. По окончании литургии было зачитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского в Сеярусе Кирилла. Напомним, что Патриарший собор в честь Воскресения Христова является главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Он располагается в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области. Строительство храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Собор стал духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. В праздник Рождества Христова состоялся традиционный телемост Святейшего Патриарха Кирилла с членами экипажа Международной космической станции. Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил экипаж с праздником Рождества Христова и подчеркнул, что работа космонавтов является героической, а также имеет воспитательное значение для молодежи. Конечно, космос становится как бы ближе в том смысле, что очень большой уже опыт освоения космоса. Но тем не менее, работа космонавтов – это героическая работа, и мы ее очень ценим. Еще раз хочу подчеркнуть, она имеет очень большое воспитательное значение, в первую очередь, для нашей молодежи. На сегодняшний день на МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции, в которой принимают участие в том числе космонавты Роскосмоса Олег Дмитриевич, Каноненко, Николай Александрович Чуб, Константин Сергеевич Борисов. А на этом пока все. С Богом в новый день! Посмотри, как ярко звезды светят миру там вдали, светят в них дары святые для людей, благоволение, мир и правда для земли. Рождество – праздник, который мы с предвкушением ждем каждый год. И когда он проходит, важно сохранить его свет и радость как можно дольше. О том, как это сделать, мы поговорим сегодня утром с нашим гостем. В студии «Утро на спасе» протеерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове. Доброе утро, батюшка! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что пришли к нам. Расскажите, пожалуйста, батюшка, нам и всем нашим зрителям, существовали ли в Ветхом Завете пророчества о Рождестве Христа? Да, конечно. Вот вообще считается, что Ветхий Завет и содержание его, главное – это именно ожидание Христа Спасителя, Мессии, который должен прийти и избавить людей своих от грехов их. И поэтому в Ветхом Завете мы находим пророчество о том, что Господь придет сюда на землю, что будет некто, который будет называться «Имману ему, яку с нами Бог, с нами Бог». Об этом поется, кстати говоря, и песнопения, которые характерны вот для этого дня во всех храмах нашей Церкви, православной Церкви вообще. Поэтому мы, даже готовясь к этому празднику, вспоминаем працев, вспоминаем отцев, то есть вспоминаем тех людей, которые были предвестниками Рождества Спасителя, предвестниками вот того великого события, величайшего в истории человечества, конечно, когда Христос пришел и воплотился здесь, на земле, стал Бог во плоти. И это главное, как выражается апостол-евангелист Иоанн Богослов, великое благочестие тайна. Отец Михаил, вот палитра смыслов Рождества Христова, она достаточно широкая, от радости до трагедии. Можете ли вы сейчас рассказать, почему все-таки Рождество одновременно и радостное, и трагическое? Ну, Рождество, понятно, почему радостное. Вообще, мы, конечно, все знаем на своем опыте или на опыте своих близких, родных, знакомых, какая радость, когда рождается человек в мир. Это относится к любому абсолютно человеку. Это великая, конечно, радость, новая жизнь появляется. Но если мы говорим о Христе Спасителе, то, конечно, это нечто большее, чем просто рождение какого-то человека в мир. Это не просто человек, а Бога-человек. То есть это некий великий человек с большой буквы, который одновременно является и Богом. Здесь не время, может быть, и не место подробно рассказывать о способе соединения Бога и человека в одном лице, в лице Иисуса Христа. Но это действительно великая тайна и спасительная очень тайна. С другой стороны, с рождением его начинается особый период в жизни всего человечества и, конечно, самой этой личности с большой буквы опять-таки. И если мы, когда празднуем вождество, мы сейчас уже знаем о том, чем закончится его земная здесь жизнь, то те, кто окружал его, об этом не знали, могли только догадываться. Вот самой Богородице, к ней было обращено слово богоприимца Семена, «А тебе самой оружие душу пройдет». Это оружие, это болезненная очень вещь, которая должна была с ней случиться, и с ее сыном должна была случиться. Это крест. Крест одновременно является и знаменем нашего спасения, но одновременно это и орудие страдания. Поэтому, конечно, Богородица ждала, конечно, ей было открыто, что жизнь спасителя, ее сына, с большой буквы, и Бога, кончится именно вот так, страданиями на кресте. Но она одновременно и знала, что всему надлежит быть, что об этом пророчествовали ветхозаветные пророки, и что это спасительное действие. Крест, спасение всего мира, но и Рождество тоже, конечно. Батюшка, а вот есть такое понятие «пасхальная радость». А есть ли понятие «рождественская радость»? И если да, то какое оно? Рождественская радость, она... Я сейчас немножечко затрудняюсь сказать, потому что самая большая радость для меня была тогда, когда я был ребенком, когда я был очень маленьким еще человечком. И сейчас во мне, если не забылась эта радость, то, по крайней мере, она стоит достаточно далеко уже от меня по естественным причинам. Но, тем не менее, обращаясь к тем уже довольно далеким временам, я вспоминаю, что Рождество для меня всегда было великой, конечно, радостью. Не только потому, что кончается рождественский пост, конечно. Для ребенка, поверьте, это большая радость. Я постился всегда в детстве. Но и потому, что мы знаем, что сей младенец, он где-то рядом с нами, ребенок, родившись тогда, он вот находится в том сонме детей, которые в этот день радуются. Мы знаем, что, конечно, в Рождестве есть и нота печали. И мы знаем, например, о том, что младенцы Вифлеемские были избиты царем Иродом. Это ужасное, конечно, событие. Мы знаем, что не был легкой жизнеспаситель абсолютно не в самом его младенчестве, когда он вынужден был с родителями своими бежать в Египет. Рождество не позже, она не была легкой. Но, тем не менее, мы можем, конечно, сказать с вами, что вот все трудности нашей жизни в том случае, если они совпадают с волей Божией, они притворяются в великую радость. И даже в процессе переживания этих трудностей мы эту радость испытываем. А уж тем более, когда рождаются спасители, когда Рождество, ну, поистине, это великая радость, конечно. Отец Михаил, спасибо большое. Вот сейчас святки. Это как раз и для детей радость, и для взрослого человека, уже более богословски мыслящего. Как бы вы посоветовали нашим телезрителям всем нам с пользой провести этот короткий период времени? Ну, во-первых, конечно, радуйтесь. Радуйтесь, дорогие друзья. Радуйтесь, дорогие наши зрители. Радуйтесь вместе и с детьми. И радуйтесь сами, конечно. Все то, что было, ну, в определенной степени нельзя во время поста, который готовил к этому великому празднику, сейчас можно. И порадоваться можно разными способами. Конечно, это не только радость для желудка, например. Хотя для детей, конечно, это радость. И родители должны об этом побеспокоиться обязательно заранее. Чтобы консультать шоколадку, все можно. Да, 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 все можно, все замечательно. Пожалуйста, если были какие-то ограничения, они снимаются на этот период совершенно. Но, конечно, надо и ходить по храмам. Может быть, если в Москве живут или где-то в большом городе, то провести какие-то небольшие экскурсии по храму. Сейчас они прекрасным образом украшены. Москва в праздничном убранстве и другие города тоже в праздничном убранстве. В самих храмах стоят елки, поются веселые песнопения радостные. Есть выступления детских хоров. Обычно готовят какую-то программу. Детские воскресные школы. Поэтому всегда очень много поводов порадоваться. Ну и, конечно, обычные какие-то радости, которые характерны для детства. Пойдите с детьми, покатайтесь с ними на санках, на лыжах, покатайтесь на коньках, сходите в лес, сделайте что-нибудь такое веселое, чтобы прийти домой с таким румянцем хорошим и с хорошим аппетитом. Это будет замечательно. Бочек, а дайте еще совет. Как сохранить ту самую рождественскую радость надолго? Не грешить. Вот это вот самое, может быть, важное. Радость, она хороша тогда, когда он не сопровождается какими-то чрезмерностями, излишествами, когда он не сопровождается каким-то греховным поведением. К сожалению, это бывает. Мы должны откровенно об этом говорить. И все вот эти вот излишества, они должны быть отброшены, конечно, потому что одно очень простое, на самом деле, причине. Потому что они уничтожают радость эту и не дают по-настоящему насладиться, не боюсь этого слова, всем тем, что предоставляет нам Рождество и Святки. И именно надолго. Это залог еще и такой непребывающей радости. Даже не на земле, а и на небе. Как раз греха нас отталкивает от Бога. А вот праведные дела. Вот какие бы добрые, праведные дела сейчас вы посоветовали нам и нашим зрителям? Знаете, я некоторое время провел за границами нашей Родины. И надо сказать, что христиане всегда празднуют, отмечают Рождество везде, где бы это ни было, на всем земном шаре. Мне очень нравится одна традиция, которая зародилась где-то в англо-саксонском мире. Не все плохое там бывает, и хорошее, конечно. И вот одна из этих традиций, это то, что на второй день Рождества, так называемый боксинг-дэй, это день, когда все идут в храм не для того, чтобы помолиться, а потом разговеться, а для того, чтобы принести что-нибудь для бедных, для тех, кто нуждается в помощи. Они приходят с вещами, с какими-то, и с продуктами. Хорошими продуктами, которыми можно порадовать людей. И, конечно, с материальным, денежным тоже пожертвованием. Поэтому я всем очень советую, даже если в храме нет такой традиции, отмечать вот этот вот боксинг-дэй. Тем не менее, помнить о том, что есть люди, которым трудно, которым гораздо труднее, чем нам. И вот им надо помочь, и это помогает сохранить радость, это помогает поддержать в себе состояние, очень такое правильное и нужное для любого христианина, человека, состояние сострадания к другим, которое дает повод и для того, чтобы Бог проявил сострадание к нам, а мы все в этом нуждаемся. Спасибо, дорогой отец Михаил. С праздником вас. Спасибо, батюшка. Я поздравляю с праздником и вас, батюшка, и всех, кто нас смотрит. И напомню, что с нами был протеерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове. А мы продолжаем, друзья. Какой смысл несут в себе рождественские символы, узнаем далее. По преданию, традиция ставить в домах ель в праздник Рождества Христова появилась благодаря апостолу Германии святому Бонифации, жившему в VIII веке. Однажды, проповедуя среди язычников, он рассказывал им о Рождестве Иисуса. Миссионер срубил дуб, посвященный Богу Грома Тору. Свидетель хотел наглядно показать, насколько бессильны языческие боги. Падая, дуб повалил несколько деревьев, кроме ели. Бонифаций назвал ее деревом «младенца Христа». Есть версия, что сначала ель ставили в праздник Рождества Христова, не наряжая. Зеленая, красивая, источающая хвойный аромат, она сама была украшением дома. Обычай наряжать ель появился после реформации в протестантских странах. Украшение верхушки дерева звездой – прямая отсылка к библейской истории в Вифлеемской звезде, которая указала волхвам путь к месту, где родился Иисус. Волхвы – это такие, так скажем, ученые, звездочеты, которые по звездам выясняли и просчитывали, что там, где там произойдет во Вселенной. И было указано им, что родился Спаситель. Из какой страны шли волхвы и где именно они увидели звезду, неизвестно. В Писании сказано только, что они пришли с Востока. Сначала волхвы добрались до Иерусалима, а затем и до Вифлеема. Желая поклониться Иисусу, они принесли ему дары – золото, ладан и смирну. В память о тех событиях позже у христиан появился обычай – дарить друг другу подарки на Рождество. Волхвы не были свидетелями рождения богомладенца. Никто точно не знает, где именно и когда они впервые его увидели. Ряд историков полагает, что произошло это только спустя 40 дней после его рождения. А другие говорят, что и вовсе на втором году жизни. Первыми новорожденного Спасителя приветствовали местные пастухи, которым накануне было явление ангелов. Волхвам нужно было еще прийти из дальних стран, в это место, где родился Спаситель. А пастухи-то были местные жители, рядом с Вифлеемом находились они. После явления ангелов, после этого песнопения, после этой радости, которая посетила их сердца, они пришли и поклонились, рассказали Пресвятой Богородице о том, что они видели, о том, что они слышали. А так, как сказано в Евангелии, слагало все это в своем сердце. В католической традиции День почитания волхвов отмечается 6 января, как раз тогда, когда Православная Церковь празднует Рождественский Сочельник. В Европе и странах Латинской Америки их называют волшебниками. Дети верят, что они также приносят им подарки. За границей проходят костюмированные шествия и представления с участием артистов в костюмах волхвов. Нередко во время красочных шоу задействуют вертепы. Вертеп в переводе со старославянского означает «пещеру», «ту, в которой родился Христос». Человеком, благодаря которому появилась традиция устраивать вертепы, ученые называют святого Франциска Осисского. В 1223 году он встречал Рождество в итальянском селении Гречио и для напоминания о празднике воссоздал сцену из Библии. В XVIII веке в России вертепами стали называть короткие кукольные представления с рождественским сюжетом. Деревянные ящики с фигурками персонажей переносили из дома в дом, показывая сценки. Библейские мистерии были настолько популярны, что к концу столетия в Петербурге даже появилась целая династия вертепщиков. В XIX веке искусство театральных вертепов в России достигло своего рассвета. Кукловоды с ящиками ходили по всей стране. Однако в XX веке традиции и обычаи, связанные с Рождеством, первыми попали под удар антирелигиозной пропаганды. Возрождение их стало происходить только в конце столетия. После распада СССР вертепы вернулись в храмы, на ярмарки и площади. На часах без четверти, а значит настало время рассказать о наших своеменниках, принявших мученическую смерть в годы гонений. О подвиге священномученика Сергия Мечова расскажут наши коллеги. В 1940 году в одну из поликлиник города Рыбинска устроился новый фельдшер. Жил замкнуто, менял съемные квартиры, много времени проводил дома в уединении. Иногда принимал каких-то приезжих людей, то в качестве гостей, то в качестве пациентов. Соседи замечали, что мужчина будто бы не находил себе места, а однажды отслужил по самому себе за упокойные сорока уст. Вскоре за ним пришли. Звали фельдшера Сергей Алексеевич Мечов. Имя Сергей Алексеевич Мечов. Год рождения 1892. Место рождения Москва. Образование. Медицинские историко-филологические факультеты Московского университета. Должность. Фельдшер поликлиники в городе Рыбинске Ярославской области. Обвиняется в работе по созданию подпольных катакомбных церквей по типу иезуитских орденов. Приговорен к расстрелу. 7 июля 1941 года отца Сергия Мечова арестовали в деревне Деевское и припроводили в Ярославскую тюрьму. Единственное, в чем был виноват будущий священомучник перед богоборцами, так это в попытке сохранить моросийскую общину. Оставить то живое общение христиан за пределами церковных стен, над которыми так долго трудился его отец. Старец в миру, как почитали святого праведного Алексея Мечова. Отец Алексей Мечов, праведник, один из удивительных московских святых, конечно же, не мог не желать, чтобы его сын пошел по его стопам. И когда сначала будущий отец Сергий получает светское образование, потом уезжает добровольцем на фронт, отец Алексей относится к этому совершенно спокойно. Но он ждал и молился. И то, чего он ждал, совершилось. Притом интересно, что отец Сергий, он принимает рукоположение и становится священником в храме своего отца, святителя Николая в Кленниках. Целых два года отец и сын вместе служили Господу, трудились над созданием общины. Теперь же, с наступлением богоборческих времен, кропотливые труды Мечовых могли пойти прахом. Любое объединение людей, кроме как на основе советской идентичности, несло в себе угрозу для государственной машины. Поэтому в обвинительном заключении по делу Мечова-младшего прозвучало. Отец Сергий на протяжении ряда лет являлся руководителем антисоветского церковного формирования. В настоящее время Мечов ведет работу по созданию подпольных катакомбных церквей и организует антисоветские элементы для активной борьбы с советской властью. Когда праведного Алексия провожали в последний путь, то на кладбище приехал святейший патриарх Тихон. Там патриарх часами благословлял простой народ, и это, конечно, было огромной радостью и для отца Сергия, и для всех, собравшихся на погребение. Первое время после кончины праведного Алексия было для отца Сергия очень тяжело. Люди ждали от него, что он будет таким же старцем, каким был его отец. А он таковым пока еще не был. Это уже перед смертью он скажет своему другу отцу Борису, отец Борис, не понимаю, что происходит. Человек подходит ко мне, а я все его мысли вижу. В годы засилий обновленцев лишь несколько московских приходов сохранили верность патриарху Тихону. Среди них была и Моросейка. После всенародного объявления печально известной декларации отец Сергий Мечов категорически отказался поминать митрополита Сергия Строгородского. Это случилось в 1927 году. Всего лишь два года смог продержаться будущий священномученик. В 1929 его сослали, а еще через три года Никольский храм закрыли. В 1929 году отец Сергий был сослан. Сначала жил в Архангельске, потом в Вологодской области, в городе Кадникове. Отец Сергий и в своих ссылках продолжал совершать богослужения, а самое главное не оставлял окормления Моросейской общины. Сохранилось несколько его посланий к духовным чадам, и видно, как отец Сергий душой болел за каждого человека. Он делал все, чтобы, хотя и храм был закрыт, но община эта сохранилась. О служении Господу юный Сережа даже не помышлял. Мальчик мечтал о светском образовании. Он поступил в Московский университет сначала на медицинский факультет, а затем перешел на словесное отделение историко-филологического факультета. Особенно будущий священномученик интересовался древнерусской литературой, которую преподавал академик Спиранский, считавший Сергея Алексеевича одним из лучших своих учеников. Обучаясь в университете, отец Сергий совершает поездку по Западной Европе, в частности, посещает Рим, и знакомится с образцами западноевропейской живописи. В письма своему отцу он пишет, что никакое западноевропейское искусство не сравнится с древнерусской иконой. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Сергей Алексеевич прошел подготовку в госпитале и уехал на фронт санитаром-добровольцем, что впоследствии поможет ему работать фельдшером в Рыбинской больнице. Вернулся он только в июне 1916 года. Едва Мечев-младший успел закончить обучение, как вновь его призвали в армию. Однако здоровье не позволило ему служить на линии фронта, и после демобилизации он вернулся в Москву. Пока отец Сергий служил добровольцем на фронте, а он был медбратом, он познакомился с другой медсестрой, Ефросинией Шафоростовой, которая стала его супругой. После возвращения он вступает в брак и дальше, через небольшое время, принимает священный санитар. Выбор в пользу священства Сергей Алексеевич сделает осенью 1918 года в Оптиной пустыне в беседе со старцем-яросхемонахом Анатолием Потаповым. В Лазарево субботу 1919 года в Никольском храме в Кленниках Сергея Мечева рукоположили в Адьякона, а в Великий Четверток в Данилово монастыре – в Аирея. Жизнь прихода храма на Моросейке была насыщенной. Беседы и проповеди отца Сергия звали к духовному деланию, к работе над собою. Его многочисленные духовные чадо были не только свидетелями удивительного служения, но и страшных душевных и телесных страданий, которые пришлось претерпеть будущему святому. Клику новомучеников отца Сергия Мечева причислили на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Матушка Ефросинья, пережившая отца Сергия на долгие 17 лет, не верила в его гибель. Она не разрешала выкидывать и раздавать старые вещи батюшке. А старичок вернется. Что он будет носить? А сиротела и другая семья, любимая и родная, покаяльно-богослужебная семья, моросейская община. Рождество – это праздник встречи со Христом. А что нужно сделать, чтобы личная встреча с Богом состоялась в жизни каждого человека, расскажет профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, а как человеку встретить Христа? Ведь если мы говорим про Рождество Христово, ну вот когда-то это 2020 с лишним лет назад произошло. Но ведь все евангельские события, мы же должны их тоже проживать, должны на них смотреть, что это не где-то там, и что это написано для кого-то другого, просто книжку достал с полки, почитал, а что это про нас всех. Вот что такое личная встреча со Христом? Это если мы уже так заходим в область духовной жизни. Да, ты прав. Мы уже именно начинаем говорить о духовной жизни. Правда, такие бывают фразы, которые постоянно пишут – «встретиться со Христом». И, и, и что? Фраза так красиво звучит. Да, пойдём в ресторанчик, встретимся там, как следует, да, на Рождество или на Пасху, или ещё на какой-нибудь день. Что такое встреча со Христом? Подобное соединяется с подобным. Но никак не может масса соединиться с водой, а грязь – с чистой родниковой водой. Так и здесь то же самое. Как только мы сказали о возможной встрече, что такое встреча? Это не же два объекта встречают, а это соединение происходит. Кстати, вы знаете, вот это слово библейское, с которого начинается фактически Библия, речь, например, идёт – Адам познал свою жену Еву, и у них родился там сын. Слово познание – что означает? Соединение, единство. Почему Христос и говорит – мы уже стали единой плотью. Речь идёт не о внешнем соединении, а действительно очень хорошей идеевой же – познание, то есть происходит буквально духовное соединение, становится как одна природа, как одно существо. Вот так. Так вот и в данном случае, когда мы говорим, как встретиться со Христом или как встретить то же самое, такой великий праздник, речь идёт, естественно, о таком образе жизни, а я бы сказал даже сначала образе мыслей, потому что жизнь – это уже осуществление мыслей. Наша жизнь – это осуществление деятельности нашего ума. Мы же думаем, у нас мировоззрение, мы верим или не верим. Пожалуйста, всё начинается откуда? С мыслей. Это же духовная сторона человека. Так вот, в данном случае как можно ещё встретить Рождество Христово? Но только именно им сознательным воспоминанием того, что, ради чего пришёл Христос. Сознательным воспоминанием и сознательным, конечно, образом жизни по тому пути, который он указал. Святки – это время продолжающегося празднования Рождества Христова. Итак, помолимся Господу в этот день. Рождество Твое, Христи Божныш, во сия мирови свет разума, в нембо звездам служащие, с звездой учахуся. Тебе кланяйтесь о солнцу правды, и Тебе введите с высоты востока, Господи, слава Тебе. А это «Утро на Спасе». Сегодня 9 января, друзья, вторник. И это был первый выпуск программы «Утро на Спасе» в 2024 году. Церковь чтит память апостола Стефана, и мы поздравляем вас, дорогие, с Рождеством Христовым. В Рождестве же Бог был со Христом, потому что рождение не чуждо божества, говорил преподобный Ефрем Сирин. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом в новый день, друзья! Вся команда «Утро на Спасе» желает вам отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова